Всем привет! Смотрите как восстановить данные с Bufalo NAS. В данном видеоролике я покажу как дать старую жизнь старому NAS если его операционная система не грузится, а установочный диск образом стандартной системы утерян, как настроить сетевое соединение в Windows Server и как вернуть данные если NAS хранилище не работает. Итак у меня есть старый NAS Bufalo следующей модели на 6 жестких дисков. USB накопитель со стандартной операционной системой давно был утерян, поэтому было принято решение установить на него Windows Storage Server 2012 года. По умолчанию на данном устройстве была установлена система Windows Storage Server 2008 года. Так как накопителя со стандартной системой нет, а возиться с поиском драйверов к данному устройству неохота решили установить систему поновее. Операционную систему для старых устройств вы можете найти на сайте Archive.org. Здесь представлены образы дисков ранних версий серверной операционной системы Windows. Также сюда можно поставить операционную систему наподобие XP-Nology, OpenMediaWorld или TrueNAS. После скачивания образа создаем загрузочную флешку с Windows Storage Server 2012. На процессе установки думаю останавливаться не стоит, так как она мало чем отличается от любой другой установки Windows. Единственный момент, что касается данной модели устройства, загрузочный накопитель нужно подключать к USB 2.0 разъему. К второму разъему нужно подключить клавиатуру. Также на данном нас хранилище есть VGA выход для монитора, что дает возможность установить нестандартную операционную систему. Итак, все подключено и готово для установки операционной системы. Для выбора загрузочного устройства при запуске NAS нажмите на клавиатуре клавишу F12. Далее выберите из списка загрузочный USB накопитель и запустите установку. После установки операционной системы я собрал RAID массив пятого уровня из трех подключенных дисков с помощью утилиты Windows Storage Pool. Здесь все просто. Сначала создаем пул из трех накопителей. Затем из этого пула создаем виртуальный диск с RAID пятого уровня. Продолжение следует... В итоге получился диск с таким объемом. Далее диск был расшарен в сети для организации удаленного сетевого доступа к хранилищу, после чего с ним можно работать, подключив его как сетевой диск к другому ПК. Еще один способ настроить доступ к серверу через ICSI подключение. Для установки ICSI роли на сервере откройте Server Manager, перейдите в раздел File and Storage Services – ICSI. Если данная служба еще не установлена, кликните по кнопке Match – Added Roles and Futures, Server Roles, File and Storage Services, File and ICSI Services. Здесь отмечаем File Server и ICSI Target Server. Затем Next, Install. По завершении установки перезагрузка системы не требуется, можете сразу переходить к настройке сервера целей. Для этого вернитесь в окно Server Manager и откройте раздел File and Storage Services – ICSI. Чтобы создать новый виртуальный диск, кликните по этой ссылке или откройте Tasks – New ICSI Virtual Disk. В новом открывшемся окне выделите диск, у меня это ранее созданный RAID массив и нажмите Next. На следующем шаге нужно задать имя накопителю – Next, указать размер и тип – Next, новая цель ICSI – Next. Задайте имя новой цели. На следующем шаге вы сможете добавить инициаторов. Указываем сервера, которые смогут получить к нему доступ. На следующей странице можно настроить аутентификацию по протоколу CHP между серверами. Это протокол для проверки подлинности партнера по подключению, основанный на использовании общего пароля. Для ICSI можно задействовать как одностороннюю, так и двустороннюю проверку подлинности. Затем жмем Next, проверяем правильность настроек и запускаем создание диска Create и по завершении Close. Далее приходим на ПК, к которому нужно подключить виртуальный диск, запускаем инициаторы ICSI и подключаем. Вводим IP-адрес в это поле и жмем Быстрое подключение. Выбираем сервер и жмем Готово. Затем осталось зайти в управление дисками и разметить виртуальный накопитель. В операционной системе он будет отображаться как физический диск. После накопитель появится в проводнике. Так как устройство довольно старое, а срок службы подобных устройств составляет около 5 лет, стоит позаботиться о том, как уберечь себя от потери важных данных в будущем. Если данное устройство выйдет из строя, RAID массив будет попросту разрушен и вся информация станет недоступной. Для того, чтобы достать из дисков данные потребуется специализированная программа для восстановления данных. Headman Raid Recovery поможет собрать из дисков разрушенный RAID и достать из него важные данные. Устройство Buffalo NAS обеспечивает надежное централизированное хранилище для личных и деловых нужд. Но несмотря на то, что системы Buffalo могут похвастаться современным оборудованием и первоклассными утилитами для резервного копирования и восстановления, они могут выйти из строя, как и в случае с любой системой хранения. Несмотря на повышенную надежность, они по-прежнему подвержены сбоям и потере данных. Устройство Buffalo NAS часто отображает коды ошибок через светодиодную панель, чтобы сигнализировать о проблемах. Эта серия длительных и коротких мигающих индикаторов указывает на то, что может потребоваться восстановление данных. Например, сообщение E15 означает, что один или несколько дисков вышли из строя. Чтобы получить наилучшие шансы на восстановление, немедленно выключите машину и замените вышедший из строя диск. Если же NAS вышел из строя и работает один или несколько дисков в массиве, в результате вы потеряли доступ к хранилищу и данным, которые остались на дисках, вернуть файлы вам поможет программа для восстановления данных с RAID. Программа поддерживает все популярные типы RAID и большинство файловых систем. С ее помощью вы сможете восстановить данные не только с NAS, от Buffalo, а и других производителей, включая Synology, QNAP, Promise, Asus Store и т.д. Поможет собрать разрушенные RAID из накопителей при поломке нас устройства, контроллера, а также при выходе из строя одного или нескольких дисков в массиве. С ее помощью вы сможете вернуть критически важную информацию, которая осталась на дисках без использования NAS в хранилище. Достаньте диски из устройства NAS и подключите к материнской плате ПК с операционной системой Windows. Следует обозначить порядок дисков, как они располагались в хранилище. Если для подключения на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь специальными расширителями и переходниками, таких как вы видите сейчас на экране. После подключения накопителей запустите программу. Утилита в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный RAID и отобразит его в окне программы. Как видим, все параметры RAID программа определила правильно. Для восстановления данных кликните правой кнопкой мыши по диску и выберите открыть. Далее укажите тип поиска файлов, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Программа оперативно просканирует диски и отобразит все найденные файлы. Если в результате программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему и нажмите далее. В особо сложных ситуациях рекомендуется выполнить поиск по сигнатурам установив отметку глубокого анализа. Программа без труда собрала разрушенный RAID в автоматическом режиме и нашла все файлы, которые хранились на дисковом массиве, включая удаленные. Они отмечены здесь красным крестиком. Содержимое файлов можно посмотреть в предварительном просмотре. Найдите те, которые нужно вернуть, выделите и кликните по кнопке восстановить. Выберите диск, папку куда сохранить файлы и нажмите восстановить. По завершении все данные будут лежать в указанном каталоге. Для удобства здесь реализирована функция поиска по имени файлов, а также утилита позволяет сохранить полную копию диска в файл, а затем работать с этим образом вместо физического диска. Такая функция помогает защитить данные на диске от перезаписи, выхода из строя или других ошибок пользователя. В случае с ICSI диском при рабочем нас хранилище вы сможете просканировать накопитель прямо из системы клиента. Просто запустите программу и просканируйте сетевой диск. Найдите файлы, которые были случайно удалены и восстановите их. Этот способ может помочь при случайном удалении файлов с хранилища. В таком случае не нужно доставать диски из хранилища. Настройте ICSI соединение и попробуйте просканировать накопитель, из которого были удалены файлы. Как настроить такое соединение мы уже рассмотрели. В особо сложных ситуациях при затирании критически важной служебной информации на дисках программа может не собрать RAID массив в автоматическом режиме. В таком случае здесь реализирована функция ручного построения RAID в конструкторе. Для такого построения вам нужно знать всю информацию о разрушенном массиве. Открываем RAID конструктор. Выбираем пункт создание вручную. Далее и вносим данные массива тип RAID порядок блоков Их размер. Добавляем диски из которых состоял массив и указываем их порядок. В результате он должен появиться в этом окне. Если параметры указаны верно вы видите дерево каталогов. Если его нет параметры указаны неверно или их недостаточно чтобы определить RAID. Возможно нужно указать смещение по которому находится начало диска, определить его можно с помощью HEX редактора. Указав все параметры жмем добавить. После массив появится в менеджере дисков. Теперь осталось его проанализировать. Выбираем быстрый или полный анализ. И восстанавливаем нужные файлы. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok